Всем привет! Мы группа Mitchell, Йеник Йович. Мы сегодня будем выдавать интервью для страны FM. Сегодня вы чуточку побольше узнаете о нас. Ну, наверное, не знаю, смотря от вопросов все будет зависеть. И сегодня дадим также наш небольшой концертик. Погнали! Сколько нам? Ну, я бы взял тысяч тридцать. Так, в общем, группа Mitchell нам, ну, по факту, года полтора за этот период мы написали огромное количество песен. Четыре. Ну, больше, я думаю. У нас в районе пятидесяти песен вообще. Ну, если в рамках таких брать. Ну, конечно же, никому это не интересно. Моей маме интересное. Самая главная песня, а уже все, из-за которой мы сегодня на стране FM. Да, если бы не эта песня, мы бы тут не сидели. Спасибо большое этой песне. Спасибо большое, Стас. Просто класс. Спасибо. Судебным приставам, которые нас ищут и не могут найти. Привет. Это нельзя было говорить, да? А, и спасибо, Тимур Псуах. Он поймет. За музыкальный продаж наш. Да, проекту Mitchell уже два года. Все-таки два. Все-таки давай два сделаем. Везде разные у нас версии, короче. Давай здесь два будет. Вот. За эти два года мы выросли. Мы выросли. начинали с таких там. Раньше мы делали душеньку такую. Душеньку нафиг никому не нужно. Вот это вот то, что у нас сердечки свербит. Вот эта любовь какая-то, какие-то там переживания. Все. Сейчас для страны мы такие два веселых баламута, да? Вот. Веселим народ, да? Нам это стало близко. У нас там, не знаю, вот лирику всегда можно делать. Легко это делать, там, поплакать что-то, там, судьбинушка моя, там, посмотрите на меня, вот. А народу чувства дать, повеселить, это уже другое. Это, ну, я считаю, это дорогого стоит, чтобы какую-то вот задеть, чтобы народ танцевал, да? Вот. Как уже все, да? Вот нам присылают огромное количество в директ отметок. Сейчас все свадьбы, мы уже поняли это, проходят, а уже все под этим гимном. Давайте переделаем, как Серега предложил, в гимн сделаем свадьбу себе, а уже все. Вместо свадебного гимна, да, мы сделаем, а уже все. Почему нет? Реально, ну, я думаю, сколько? Ну, сто свадеб вот отмечали. Да, больше, больше. И свадьбы, и когда получение диплома, и, то есть, вот все, что связано с уже все. Купил водичку, выпил, а уже все. Поел, а уже все. Ну, любая тема подходит по уже все. Давайте сделаем все свадьбы. Давайте, все, кто сейчас посмотрит, у них будет свадьба, отмечайте нас. Мы будем к себе в стори спросить. Давайте поменяем гимн России на песню уже все. Да как и все наши песни, вот просто вот так вот. Вот она просто прибежала и сказала, напишите меня. Вот, и просто вот сам текст как-то появился. Да не было какой-то такой идеи. Вообще вот это, мему-то уже много, там, два года, да, по-моему? Что-то такое. Мы стырили идею, конечно же. Да никто не стырил идею. У всеми известного Стаса. Просто класс. И еще раз ему привет. Спасибо большое, Стас, за все те деньги, которые нам принесла эта песня. Ты лучший. За все 275 рублей 500. За шаурму, короче, спасибо большое. Конечно, мы увидели, что мем набирает популярные, ну, обороты, да, в ТикТоке. И подумали, почему бы и нет. Кто-то реализовывал из музыкантов его в песнях, но у нас получилось это лучше. Как-то так, случайно. Весь процесс песен, как у нас происходит, а никак не происходит. Мы просто приходим, да, на студию. Наш сам продюсер Тимур накидывает просто биточек какой-то, какие-то звуки берет интересные, переделывает все это. Потом мы заходим в аппаратную. Нам либо нравится, либо не нравится. Если нравится, так, давай все искать, вот то самое вирусное слово. И начинаем вот подбирать, залезаем куда-нибудь в какой-нибудь интернет, чем живет молодежь, вот это все такое. Вот, и начинаем искать просто. Потом, ну, у каждого, там, у Серега пишет, там, где-то там дома, допустим, какие-то просто строчку, может, какую-то одну. Ну, да, то есть, в течение дня ты походил где-то, сходил на улицу, прогулялся, услышал, как проходящая мимо пара ругается, услышал какую-то фразу интересную. Вася, ты чумаченький. И приносишь ее на студию, да, и из этого рождается текст. Мы не ломаем голову, слова просто не приходят из сериалов, из статей в интернете, из жизни. Можем просто взять, у него один текст, у меня другой текст, вот, и, то есть, из двух-трех текстов, вот там одно слово, здесь одно слово, и здесь просто запятую. Какая-то магия, получается, это необъяснимо. Да, и просто его соединяем, потом вокруг этого начинаем строить все остальное, вот, как бы, как-то так. Не знаю, как у других делается, у нас так, то есть, может, это правильно, может, неправильно, но, с другой стороны, у нас за плечами, да, есть уже три хита. Айкос, во дворе ходит слух, и вот уже все, и они так и родились, примерно. А у Типути... Ну, это самый, конечно, самый грандиозный трек, не причисляем, почему, потому что недостаточное количество внимания было уделено этой песне, я считаю, это гениально. Ну вот, теперь мы обращаемся к зрителям страны FM и к слушателям, послушайте обязательно песню Типути группы Митчелл. Помогите бедным музыкантам, кто, здесь донат будет, номер карточки, будет же, да, вот здесь номер карточки, вот, и кто сколько может на продвижение, на рекламочку. Типа водой угостили тоже уже. Тебе воду дали? Да. Как появилась наша музыка в нашей жизни? В твоей, например. В моей жизни? Вообще, самый первый, да, грубо говоря, там, как услышал, да? Ну, знаешь, лежу я у мамки в животе такой, что-то интересно. Не, ну, музыку я начал слушать, я вообще раньше слушал всякие ДДТ, Найк Борзов, вот такое было, да, я рэп первый раз я услышал, это, мне еще тогда брат показал кассету, да, вот это многоточие, это все, наверное, в жизни так бывает, это, это просто, это классика, это все знают. Вот, вот, у меня с тех пор пошел путь, потом мы уехали с семьей в Ростов, там же каста была, все, и вот, ну, каста я не слушал, у меня, кстати, каста, ну, не особо нравилось всегда, ну, нравилось там, что группа была такая полубандитская крестная семья. Вот, это вообще, тогда для меня просто, я подумал, а почему я могу не хуже делать, начал какие-то стишки писать тогда, вот, у меня как бы с тех времен, наверное, пошло и первый рэп, а так, так со школы тоже было очень много. Я пришел, помню, в магазин, хотел слушать прям рэп, и подхожу, там еще у нас был в Норильске, мы сами с Норильска же, вот, и там был диджей Лимон такой, очень известный по Норильску. И известный по всему миру. Да, диджей Лимон, и я говорю, дай мне самый крутой рэп, и он мне дает этот диск, Wu-Tang Clan, Iron Flag, короче, альбом, и вот чисто американчик, там, этот Мэн, вот, просто, я вот обожаю, может, у меня что-то от него есть, поэтому я вот на низах читаю, когда, косички от него, вот, и, короче, вот с тех пор я прям начал слушать, это, кстати, первый и последний американский рэп, я никогда не слушал американский рэп, и до сих пор не слушаю вообще, американчину не слушал, вот, чистое такое. Первый выход на сцену, а я работал вообще в Норильске, МС ведущем, вот, какие-то фестивали рэперские вел, что-то такое, вот, а так, первые выходы тогда, наверное, были, это 2000, наверное, блин, не помню, какой год, 2006-2007, наверное, где-то так, вот, тогда первый раз выходить на сцену и начал. Читал я тогда, я 7 лет батл рэпом занимался, вот, а потом переизделал, у меня проект был Мономоры, и там была лирика. Помню даже один раз пацан попросился на сцену вместе со мной, ну, когда я исполнял, и он своей девушке предложение тогда сделал под трек, как он, засыпай назывался. Ну, она ему отказала, короче. Вот такая история. Я забросил лирику, да, и понял, что, братан, прости, это не зашло. Как раз расскажу, у меня как музыка попала в меня. В тебя? Да, она такая проходила мимо. Это было, я пел в школьном хоре, реально, у нас было, ну, не то, что музыкальная там школа, она не супер-пупер какая-то, выдающаяся, обычная была. И там выбрали вот несколько ребят, которые более-менее попадали в ноты, и у них, ну, было чувство ритма. Я был вот, что за песня? Ну-ка, напой что-нибудь. Ну, я как бы уже не особо такой певец, как бы. Ну, сами должны понимать. Научите меня понимать красоту, отучите меня от тоски и от лени, проявите ко мне, последний раз. Я ваш раб, но не ставьте меня на колени, я люблю вас, люблю, как отца и как мать. И вот дальше такая вот история, дальше. Ну, нет, текст там на уровне интуиции, короче. Вот, и... Я тоже так могу. Я пошел бы сейчас в поле, но поля не было там. Вот примерно из таких ребят был хор в нашей школе, вот, и... И это был самый лучший пример. Ты серьезно так пел? Да. Понятно, почему ты в рэпе, короче. Я в рэпе, всем привет. Я в лего. Рэп. Все, кто там, я здесь с вами. Она мне сказала, что, Серег, у тебя, ну, типа, есть какие-то данные. После шести лет условий. Пробуй, тебе не нужна там математика, физика, химия. И реально, я окончил школу с плохими оценками. Ну, типа, должны были быть все двойки. Вообще все, кроме русского языка и музыки. Вот, русский язык, по-моему, у меня она отлично была. Все остальные, ну, натянутые тройки меня просто вытащили из школы. Типа, чувак, блин, ты песни лучше пой. Серег, ты так сейчас мотивируешь всех вообще? Все такие, да нахрен учебу, короче, почер, да? Не-не-не, я не из тех, кто, короче, говорят, ребят, ребят, образование-то плохо. Нет, нет, всем нужно учиться, ребят. Платить, платить плохо за образование. Кому-то необходимо, образование, да, ну, это нужно, действительно, оно поможет. Кому-то, вот, как мне, оно никак не пригодилось. Мне вообще тоже не пригодилось. Ну, это вот единичный пример, я думаю, всем остальным нужно учиться и получать корочки. Я писал Баскову, Киркорову, мне никто не ответил. Реально, мне никто не ответил. Я писал им на почту, на этот, в Инстаграм писал, кстати. Потом, да ничего, я как-то в себя перестал верить. мне сказали о том, что, ну, родители мне говорили о том, что давай, давай иди работай, да, куда-нибудь. Вот, я пошел учиться на повара. Это еще хуже хора. Вот, но в Инсте я тоже занимался именно музыкой, каким-то выступлениями. Мне за это давали хорошие оценки, потому что я тут покривлялся, тут что-то в КВН какие-то шутки накидал. И мне, о, химия опять. То есть вот так вот все было в моей жизни. И потом как-то, а, переехал в Питер. И там какие-то караоке-бары у меня были в работе. Я был ведущим, развлекал людей, пел. Все, встретился с ним. Мне очень нравилось петь. Вот так мы начали беднеть. Я поначалу думал, что невозможно никак музыкой зарабатывать. То есть я подрабатывал этим размножчиком листовок, там, официантом, ну, как у всех. Ну, как невозможно. У всех нормальных музыкантов. У всех нормальных, знаешь, они сколько денег имеют. Да, да. Концерты сольные каждый день. Да, мы сами-то с Норильска, как я уже говорил. Вот я пять лет назад переехал в Питер. Там Серега в Орел раньше переехал. Там лет 10 назад. А в Питере тоже лет 6, наверное, где-то. Вот так, да, в ВКонтакте списались. Мы в Норильске не так сильно общались, да. Ну, как бы были знакомы, да. Вот на фестивале на том же, который я вел тогда Серега и выступал. Все такое. Вот. Да. Стрит-моушен. Встретились, короче, да. Сделали пару треков, поняли же, что, ну, вроде нормально. Давай дальше. Ну, давай попробуем. Ну, как-то понеслась. Окоянная. Современная музыка в России. Звучит, ну, очень здорово. Реально. Слушаю вообще все. Почему? Потому что та музыка, которая звучит из машин, звучит у соседей, звучит в клубах, это отражение вот нашей вот реальности, да, ну, скажем так. Все, что играет сейчас, мне нравится. Мне кажется, что нет какого-то определенного жанра, который лидирует. Почему? Потому что все перемешалось, как бы. Я раньше рок делал и рэп, сейчас мне нравится больше петь. И как бы мы вообще делаем попсу, по моему мнению, или мы делаем что? Ну, то есть непонятно. Блэк метал. Мы не можем понять сами, что мы делаем, что у нас за музыка. И она находит отклик в сердцах слушателей. Поэтому какого-то лидирующего жанра я не могу. Дрилл. Дрилл. Это из рэпа что-то. Сейчас начинает набирать обороты. Современная музыка — это прекрасно. Что сейчас происходит в России, мне очень нравится. Коллаборации тиктокеров с уже устоявшимися гигантами эстрады — это потрясающе. Когда стариков вытягивает молодняк. Это же здорово, но типа старики уже не актуальны, да? Уже вот это вот ходить по сцене, собирать цветы вот это вот от бабушек. Как бы, ну уже тяжело, наверное, этим исполнителям. Я бы собирал и продавал их после концерта назад. И появляются молодые ребята, которые стали популярными в один миг, там с огромными аудиториями, которые делают музыку непонятную для этих стариков. Но старики тоже начинают с ними коллаборировать, и это великолепно. Это реально, это потрясающе. Ну как используют? Дети же тоже подкрепляются тем статусом известных исполнителей. Ну старики, да. Так, ладно, теперь плохой коп, хороший коп, да? Давай, говори плохие вещи. Время подзасрать, да? Это половина — полное говно. Вот полное говно. Я не знаю, как по-другому выразиться. Захожешь в топ-чарт — говно. Дерьмина. Ну там же и мы. Херня, 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 шняга, 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 херня, 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 шняга, 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 шняга. Оп, Митчелл. Да не, на самом деле, не, половина, да, половина, ну вообще. Просто я не понимаю, в топы заходишь, я не понимаю, что они там делают. Я не хвалю нашу музыку. Мы для кого-то тоже там херня какая-то, да? То есть, как бы я не говорю, что мы какие-то космические треки делаем. Мы делаем, как мы можем. Но просто иногда слушаешь, просто кровь из ушей пошла, такой, блин, вот я бы донором бы стать мог. Да, вот в пакет, если бы нафигарил бы топ-чарты эти. Всем респект, кто занимается, кто делает, двигается, пытается. Но иногда просто может у меня вкус другой. Ну, кстати, вообще музыку как такову, в принципе, я не слушаю, да, в машине просто так, фоном, да. Но просто иногда я слежу за чартами, очень слежу, что вышло новое, там, кто кого сдвинул, да, на какие позиции. И просто мне иногда непонятно, кто залетает там сразу раз, там, на 15-е место. Слушаешь такой, твою мать, кто это слушает вообще? Ну, то есть как бы. И понимаешь, что у этого есть слушатель свой, значит. То есть как у нас есть слушатель, так и у старичков есть слушатель. Серега сказал про то, что там тиктокеры, да, там, в музыку полезли. Там, типа, знаешь, что вы лезете к нам в музыку, мы к вам в тикток не лезем. Так же музыканты лезут в тикток, да, набирают аудиторию, все. И точно так же это бесплатная реклама, грубо говоря. Но я все-таки поругаюсь, потому что мне кажется, сейчас музыка половина вообще скатилась. Просто скатилась нафиг. То есть та музыка, которую делают хорошо, ну, там, красивую музыку, она не выходит в топы, ее мало, значит, слушают. А то, что в топе... Скажу словами великого современника. Сергея Мариничева. Мама говорила, никого не слушай, если я тебе не нравлюсь, это дело вкуса. Мне кажется, у каждого свое видение, свои вкусы и предпочтения в музыке. Все молодцы, кто что делает, вообще делайте. Главное, делайте, и все. И будьте... И каждый найдет свою визорию. Ну, запомните, если будете делать говно, вас ждет шлюшечный котел в аду. То есть вот так, да. За все мы будем в ответе. Мы за Утипути тоже ответим, да. Как депутаты просто. С Гитлером, с Гитлером такие в одном чане. Эй, где мой ананас? Мат в песне, мат в жизни. Мат в жизни. I love... I love the... Мат. Любой мат, словесный. Который на полу мат. Ну, я, да, у меня мат прям, ну... Все это знают. Жопа! Мне ничего не сделает никто, это запикает, смотри. В принципе, да. В песнях нет, у нас... По-моему, у нас какой-то песня один раз мат был, да? Ну, что-то типа псуки. То есть то, что не особо такое... Мы поняли одно, короче, вот, чтобы более форматно делать, да, у нас все-таки, да, как там, попса, будем без матов. Может, потом придем какие-нибудь более жесткие треки делать, ну, хотя это вряд ли. Но у нас, у нас без мата. В жизни, да, я очень много матерюсь. Мам, прости, это так. Я стараюсь не материться в жизни. У меня мама учитель русского языка и литературы. Мам, спасибо большое. Ты вырастила приличного, порядочного парня. И в песнях... В песнях... Желание огромное материться, на самом деле. Вот у меня лично. Реально огромное. Я прихожу на студию, говорю, давайте попробуем хотя бы одну, хотя бы одну сделать с матом. Ну, вот, Денис, который матерится по жизни, вообще, ну, просыпается и начинает с мата. Ой, бля, опять жить. Ну, типа, вот как бы вот так вот я вижу его. На, хуй, я проснулся! Тот человек, который, блядь, на студию надо. Блядь, вы меня заебали все. Просыпаемся вместе просто. То есть это вот такой вот, ну, он будет дедом, который говорит, отъебитесь от меня, дайте умереть нормально. Не, я буду дедом, знаешь, каким? Который приходит в магазин такой. Продавца заебать. Вверху, че там? Он здесь стремянкой наверх поднимается, эту банку хрена уберет. А, я думал, сова, блядь. Ну, давай, стой. Вот, я буду заебывать всех. Я вот таким буду, дедом. Вот, и я даже ему говорю, давай мы сделаем с матом песню. Он говорит, не. То есть у нас есть какой-то формат. То есть мы начали делать все-таки порядочную музыку. Но мат в песнях, это здорово. То есть где-то он уместен, кто-то умеет им пользоваться. Там, окей, банальные примеры, что это Ленинград, да, кто у нас, там, Моргенштерн. Скриптонит. Скриптонит. То есть те ребята, которые уместно впихивают в тексты мат. Вообще большие молодцы. Но от нас, наверное, это будет как-то не очень. Уже. Как слово такое? Неорганично, неорганично. Нам неорганично. Честно говоря, су-сети это вот. Человек Инстаграма, у него просто палец накачан один с Инстаграма. Я в Инстаграме не залипаю. Я только вот выложить сторис и какие-то посты в наш профиль. Все. Я вот не любитель по профилям лазить, что-то смотреть там ВКонтакте. ВКонтакте вообще давно не зависаю. Просто, ну, там, кому-то ответить на сообщения. Я максимум не интернет-человек. Мне они вот приходят, говорят, а ты видел то-то-то. Вот они в Ютубе зависают, где-то что-то смотрят. Я не зависаю. Я больше, не знаю, наверное, реальной жизнью. Я, наверное, какой-то, блин, может, как мне говорят, старый. Ну, не знаю, мне не нравятся эти фигни. Я лучше, не знаю, я лучше в тачке покопаюсь или, там, не знаю, погуляю реальную жизнь сделаю, чем в соцсетях зависать. Раньше у меня везде профили были. В одноклассниках даже были, да. Да, вообще везде. Потом я понял, что обо мне знают люди больше, чем я сам. Поэтому я нафиг везде удалился. Вот, а как с Серегой опять, короче, начали общаться, да, когда проект Митчелл сделали, тогда вот профили сделали. Сделал новые, все. А до этого я удалил все нафиг. Ну, то есть я не люблю эту фигню, все. Значит, ты пробовал, короче, быть активным пользователем в соцсетях. У меня мечта была еще с детства. Ну, с детства. Ну, да, когда я увидел этого, по-моему, Рома Жолоди или кого-то, из блогеров, первый, первый чувак, по-моему, Рома Жолодь был популярный. Я такой, ой, хочу так же. И у меня была мечта, чтобы, ну, набрать там огромную аудиторию, не музыкой. То есть я хотел быть вот этим блогером, чуваком, который... Трещать? Трещит, да, какой-то. Прищепку себе на нос положил, и такой миллион просмотров прицепил. Вот, искупался где-то там в грязи, и 3 миллиона просмотров. Я хотел быть таким чуваком. До последнего я верил в это, что мне это получится. Я что только не делал. Копировал когда-то. Был такой еще чувак, Валентин Стрыкал, он исполнял песни под гитару. Ой, я помню твой видос с автотюном. Это было очень зашкварно, конечно. Ну, копировал, я хотел повторить. Ничего не получалось. Я как бы думаю, ну, наверное, мне, опять же, это неорганично. В кадре я, наверное, не такой раскованный. Чтобы вы понимали, я помню этот видос сделан, пытался как Стрыкал был. И комментарий, у него, короче, он в комнате сидел на вебкамку на эту, с гитарой херачил. И люди, блядь, обсуждали больше шкаф его сзади стоящий, чем, блядь, его песню и его. Какой шкаф прекрасный там все, вот этот комментарий. Вот, и в последнее время тоже в Инсте. Что-то я выкладываю, потом смотрю, почему я смотрю эти все инстаграмы других людей. Смотрю, чем они интересны, почему у них такое огромное количество подписчиков. Почему не я на их месте. Такой думаю уже, как-то я руки сложил. Больше не выкидываю никакие там видосы, никакие фотки. Думаю, ну, наверное, лучше просто делать музыку, чтобы меня никто не знал. Короче, это ведь поет. И быть просто песней. Песней. Быть просто песней. Прикинь, ты останешься просто песней, а тебя никто не будет знать. Это, есть ли такие исполнители, дай-ка вспомню. Какой-нибудь... Группа Митчелл. Ну ладно, помимо Митчелла, есть же еще... Укупник. Ну, укупника ты знаешь. Это вот блондин, кучеря. Я ему руку сжал. Вот, я сидел у него на коленях. А, это когда ты еще принес, смотри, я с музыки заработал. Десятку кладет. Вот, в соцсети, в чем я не сижу уже. Так долго херню рассказывал, да? Я вообще не об этом просто. Я не сижу. В ТикТоке, да. Пробую, танцую. Кривляюсь. Даже есть видео, которое набрали там по несколько миллионов. Тоже случайно. Я не понимаю, как это работает. Может быть, следующее видео я сниму с каким-нибудь... С кем? С Путиным. С Аней Покров, с Даней Милохиным, с Бабичем и с Володей XXL. Это на всякий случай нужно оставить, чтобы эти были указаны имена. И, конечно же, с кем еще я хочу снять видео? Влад Бумага. Про образование. Дети. Обязательно нужно учиться. Да? Если вдруг у вас нет особого желания, чтобы кривляться на камеру... Ну, конечно же, вы смотрите на картинку и думаете, что у каждого из вас получится именно так же. Но я вас огорчу, нет. У каждого из вас свой путь. И кому-то действительно нужно получить образование. Вырежусь? Нет? Кому-то... А что, у тиктокеров нет образования разве? А ты типа не знал. Аня, по-моему, Аня, если я не ошибаюсь, получила образование. Такой-то она режиссер, вроде. Не суть. Короче, там такие темы белки. Я инженер-технолог детского функционального питания по образованию. Я не работал ни одного дня по специальности. У меня была практика. Поэтому смертности мало. Практика три дня от института. Что я делал на практике, это чистил морковь и картошку в институтской столовой. И после этого я понял, что мне не нравится сидеть. Пять лет я отучился для того, чтобы на практике почистить картошку и морковь. И тут я понял, что что-то мне нужно другое. Кто-то суицидник тут, да, походу? Я имею представление, что это такое. Ну, это торт, правильно? Из чего он состоит, я не имею понятия. Про образование, да? Я сейчас, наверное, всех ошарашу. Короче, два года Гарварда неоконченного. Да, ага, блядь, сейчас. До девять классов у меня, короче, реально девять классов. После девяти классов я ушел после шнадцати лет работаю. Сам себя обеспечиваю просто. Я считаю, ну, реально, в России образование, какое образование? Ну, продажное все. Я вам знакомый диплом продаю. Двадцать тысяч, если что надо, в соцсети пишите, в которых я не сижу. Двадцать тысяч у вас диплом будет по Питеру. Вот, короче, нафиг образование. Ну, может, девушкам, может, надо образование. Не знаю. Ну, там два варианта. Либо образование, либо необразование. Вот. Либо мужик необразованный. Да. Вот, у меня девять классов образования. Я очень рано начал жить самостоятельно, работать. Поэтому мне это просто... Временной учебы не было. Да, поступал куда, не помню даже, куда поступал. Два дня там протусил. Столовка очень плохая была, поэтому ушел оттуда. Невкусно там было, короче. Вот, так что образование нафиг не нужно в России. Вот, по моему счету. Просто если у человека есть голова, да, то есть есть там хоть чуть-чуть мозга, он все сможет. Потому что все, практически все... Посмотрите на бизнес-коучеров, на всяких там миллиардеров. Они все почти без образования, с чего-то просто метод проб ошибок. Допускайте ошибки, спотыкайтесь, сделайте, идите вперед. Если не хотите, ну, идите тогда на завод и все. На заводе не нужно образование. В школах и в институте учат в основном учиться. То есть, ну, типа... Шаблонников. Не учат там работать, зарабатывать деньги, а учат... Так, ребята, вам нужно сегодня вот выучить эту вот формулу, вот, блядь, там, пифагор, вот что там, пифагоровые штаны на все стороны равны, блядь. И обязательно вот на приеме на работу куда-нибудь, вот курьером в Delivery Club, тебе этот вопрос зададут, как бы, пифагоровые штаны что? И если ты не ответишь, то, как бы, все. Ты нищий будешь в России. Меня именно так и не взяли в крошку картошку, блядь. Я пришел, я говорю, блядь, картоху люблю. Она говорит, ты ни хера не похож на лепрекона. Я такой, блядь, маленького роста стал. Все, меня спрашивали, 3 плюс 2, блядь. А я умом не отличался сообразительно. Все, экзамен провален. Да не нужно образование. Подытожим. Образование не нужно, но кому-то оно обязательно необходимо. Такое, никому не нужно, но кому-то нужно. Короче, если не хочешь, маленькая моя, стать проституткой, или... А ты, маленький мой наркоман? Не хочешь, чтобы тебя педофил поймал какой-нибудь, потому что ты, он тебе, хочешь конфетку? Ты такой, конфетка, сахар, глюкоза, там, вот это не знаешь, что. Ответь ему. Все, просто ты учись, учись. Давай, посмотрим, что из тебя вырастет, потом на созвоне будет. Ну и то, проститутка, я думаю, может зарабатывать больше, чем девушка, которая окончила школу на пятерке и пошла работать в магазин продавцом. Так что задумайтесь. А, кстати, я тут сейчас задумываю, а у проституток есть пенсия какая-то? Ну, в смысле, там, выход на пенсию ранний, нет? Ну, есть, наверное, досуг. Срок выработки, не знаю, там. Пробег по РФ. Они связаны с досугом. То есть они тоже развлекательная деятельность в них. Как и мы, в принципе. Прикольно. Тамада такая, да? Эй, проститутки, как музыканты. Под любого руководителя ложитесь. За деньги. Тут номер карты. Сижу ли я за политикой? Я пробовал копаться. Я такой думал, каждый мужик должен разбираться в политике. Да стирали, блин. Да, мы в России живем. Вот, сидеть там, водку глушить на кухне, и как бы вот этот прав, вот этот не прав. Держал бы. Вот, ну, я как бы, когда в детстве этот сидел с папой, и он мне говорил, типа там, что-то рассказывал. Потом он ушел. И он говорил что-то за политику. Ко второму отцу. Да. Говорил что-то за политику. И я впитывал, что нужно разбираться в этом. Потом как-то подрос, не знаю, что-то стало неинтересно. Опять же говорят, что если ты не занимаешься политикой, то политика занимается тобой. Я не знаю, как к этому отнестись пока что. Не знаю, я нахожусь в каком-то своем вакууме, да, в своем окружении. Пока не сталкивался. На митинги еще не ходил. Потому что на митинги у вас только в Москве проходят. Да. Гей-парады там, да? Да, вот на гей-парандумы было идти. Парандумы. Эх, не успели. Короче, за политикой мы не особо следим. Да я вообще не в курсе. Вот честно, мне... Мы знаем какие-то основные штуки, которые происходят в Белоруссии, вот, например, на данный момент. Мы знаем, что было там на Украине. О, Гошенко. Но вдаваться в какие-то подробности... Не буду говорить. Мне неинтересно. Да нет, мне вообще... Я нифига не патриот. Вот честно, что происходит, кто кого продал. Знаю одно, что цены на бензин растут, и депутаты пидорасы, все. Больше ничего не знаю. Это запикаешь по-любому, да? Ну вот, да, потому что все. Меня самое смущает, что вот цены на бензин, все. Понесть я буду любить нашу страну. Нет, не буду любить. Про деньги. Что касаемо бабла? Конечно же. Раньше денег не было. Было очень тяжело. Скажу честно, я не из тех, кто в грязи валялся и последний хлеб с пола доедал. Нет, это не правда. То есть... Ну, я вырос, как бы, получается, с одной мамой. Она меня по жизни поддерживала, чем могла. Ну, там, мам, займи косарик, там, на месяц. Займи? И на косарь я мог, да, даже в месяц пожить. Не знаю, как это получалось раньше. Ну, вот как-то, да. Что, деньги? Деньги-то здорово, это прекрасно. У меня положительное отношение к ним. Раньше я думал, что я такой панк, который, нет, мне деньги не нужны. Вы все государство, вы там все проплаченные, вы там деньги ваши, зачем? Нет, друзья, мне нужны ваши деньги, поэтому приносите их. Я поменял свое отношение к ним, я их полюбил. Считаю, что каждый человек, который работает искренне, должен получать по заслугам, да. Бесплатно, бесплатно не работайте никогда. Никогда. Даже если друг попросил перетащить диван, нет. Я запомню. Обязательно пусть накормит вас чем-нибудь, хотя бы. Потому что это плохая привычка, работать бесплатно. Бесплатно будешь работать, не будет денег у тебя никогда. И как бы, ну, дальше сам знаешь, что будет. Станешь каким-нибудь этим. Тобой, блядь. Ну, сейчас сколько денег нужно? Да немного. На самом деле, мне кажется, на полтинник можно жить. Ну, не касаемо каких-то там покупок необходимых. То есть просто кушать, проезд. В Петербурге достаточно полтинника. Хотелось бы, конечно, много. 60, блядь. 63, да, там, тысяча. 63-200. Я мечтаю, и так будет, я думаю, в следующем году. Ну, миллион в месяц. Да, вот чтобы было нормально. Я еще пока не решил, для чего он будет. Но как только я придумаю себе в голове, для чего он мне нужен будет, необходим. Ну, там, семья появится, какие-то расходы, там, тачку себе возьму, наконец, хотя я не люблю машины. Зачем они вообще? Афтимист такой растет. Вот. У меня нет денег. Поговорили о деньгах, короче. Да. Предприниматели. Такое. О деньгах, да, значит? История моей жизни с деньгами. Ну, как повторюсь, я работаю 16 лет. Работал много где, очень много где, в Норильске. Прямо, я было время, я работал на трех работах, да, и со всех трех мест у меня выходило, ну, допустим, там, в районе 12 тысяч. А снимать квартиру тысяч 9 стоило. И вот трешка у меня там на жизнь была. Я просто помню то время, когда день зарплаты, и вот я иду, и покупал себе, короче, такой вот этот рулет, вот этот вот, химозный, два кофе, три в одном, и два роутона с мазиком. И это был пир, просто вот. Да пушка, да, конечно. У студентов у всех такого было. Наверное, не студент был тогда, рабочий, вот. Естественно, вот это просто был пир, этот рулет сразу с кофем, сидишь, потом все разбухло, вот умираешь, ну, счастливый. Потом, ну, то есть, какие-то работы лучше, лучше были. И с тех пор вот я знаю цену деньгам, как они зарабатываются, да, то есть, как бы, я абсолютно нерасточительный. То есть, если есть в варе куда-то вложить деньги, вкладываю, в основном это тачки. То есть, я очень люблю машины, автомобили, тюнинговать, да, то есть, как бы, всегда у меня тачки, которые были, которые я сам себе покупал, на честно заработанные, я всегда тюнинговал, все, вот. У меня такая страсть, там, хочу начать путешествовать, для этого очень много денег надо. Если взять, сколько мне надо денег в месяц, в месяц мне тоже немного. Мне вот по полтиннику вот так вот, просто на еду, там, на бензин, все, мне больше не надо. Есть траты какие-то, да, когда мы там с концертов что-то получаем, деньги, но они быстро приходят, да, вот с концертов мы получили деньги, они быстро ушли точно так же, непонятно куда, то есть, я считаю себя абсолютно нерасточительным, но куда деньги уходят? Потом мы суммы подбиваем, да, сколько в месяц потратили, мы такие, твою мать, где бабки-то, блядь, а туда-сюда, туда, то есть, на расходы группы очень большие деньги, туда, то есть, там, всякие какие-то, там, съемки, несъемки, все такое, там, съем помещения, студии, очень много уходит денег, но просто... Да, то есть, у нас нет никого продюсера, который нам, как бы, дает деньги каждый месяц, мы все сами себе, то есть... Да, сколько получаем, в принципе, мы... Концертов, каких-то выплат, мы все вкладываем в развитие себя же. Процентов 30 мы берем, грубо говоря, на себя, да, остальное мы все впрэйв бухиваем, все. Денег много не надо, пока что, наверное, потому что, ну, может, мы не видели еще огромных денег. Как некоторые артисты называют, там, какие-то миллионы, мы такие, че, как это так вообще можно? Ну, то есть, может, если мы будем так получать, очень много, но все равно, я лучше буду, я какое-то дело хочу, там еще сделать. Хочу кальянку открыть, приходите, да, кальяночку открою в следующем году, наверное. У меня уже бизнес-план все есть, как я все буду, сделаю. Открываешь помещение, значит, кальяны, как бы все. С 13 июня закон принят, что в общественных местах, но сейчас я мир и чудо произведу. Знаете, как можно обойти легко закон? А меня не посмотри потом, да? Когда я научил страну. Если что... Открываешь кальянку, приходит к тебе клиент, ты подписываешь карточку, имя, фамилии отчества, и вносишь его в сигаретный клуб. Сигаретные клубы разрешены. Все. Он сигарный, да. И все, это сигарный клуб, и он просто соучредитель твой. Все, сидит, курит, тебе бабки дает, номер карты здесь. Вот, и все. Ну, очень много обходов. Ну, короче, сейчас не вебинар по бизнесу. Здравствуйте, я научил вас... Обходов. Как это? Это не обходы, это называется не обходы. Научу вас зарабатывать миллион всех. Во сколько здесь? Все-таки тысяча. Сколько вы заплатили за вход? Тысячу. Я всему вас научил. Все, так что, ну, я свое дело обязательно сделаю, потому что, ну, то есть, музыка, это все-таки такое, уже бизнес-хобби такое. А все-таки надо что-то делать. Ресторанчик. Кальян, да, единственная моя вот такая пагубная привычка, единственная плохая. Я даже не пью, и сигареты вообще даже не пробую. А кальян, ну, что-то, ну, на студии вот, как... Короче, я... Сейчас я расскажу. Давайте вернемся к тому вопросу, помните, про маты. Когда Дэн просыпается, такой, блядь, сука, опять жить. И вот вместе с этим, когда он, блядь, опять жить, у него еще и дым изо рта выходит. Короче, это человек-кальян, который состоит реально из кальяна. Вы думаете, нет людей из кальянов? Это вот. Внутри него трубка. Короче, тут, где находится, это вода. Вот тут шланг. И изо рта у него выходит дым. шланг ниже. У него изо рта выходит дым постоянно. И как бы, ну, Я очень люблю... У нас на студии просто, ну, я выкуриваю, да, за нашу работу, там, за вечер, там, 4-5 кальянов могу. Ну, это прям, вот мне нравится церемония забивания, вот это все, то есть, как бы, это прям, ну, я очень разбираюсь, я в табаках хорошо разбираюсь, забивки, все, в кальянах, я очень хорошо, поэтому я хочу отрить кальянку, то, в чем я еще... Была идея открыть автосервис, да, тюнинг, все такое. Ну, я к этому тоже обязательно приду, но вот кальянку прям... Я хочу приходить, просто... Забей-ка меня, мазхева, кинкман. Все, вот так я хочу приходить, чтобы кайфовать, и все. Я свое, вот, я работал, когда ведущим, МС, наверное, я свое отпил уже. Вот я последний, вот, как переехал в Питер, я практически, можно сказать, ни капли, ни капли в рот, ни сантиметров в жопу, ну, там такое, короче, нормально все. То есть, реально, Синька, во-первых, постоянно за рулем, во-вторых, ну, не вставляет, во-первых, ну, возраст уже такой, поберечься, я уже зожником становлюсь, реально. Сейчас возобновил, в зал ходить, ну, хотя вот сейчас это тур, блин, этот, опять все, опять херню, всякую жру, короче, все. Надо за здоровьем следить, надо следить. Мне кажется, кальяны, это, это твое, я на самом деле, люблю в барочке посидеть, подбухнуть немного, чего-нибудь вкусного, почему нет, сидишь такой расслабленный, не замерзайку, да, поболтал с кем-нибудь, все, и пошел домой спать. Бывает в говнище. Да, да, не в говнище. Ну, не часто, конечно, но бывает. Оно тоже необходимо, разряжаешься немного, то есть, никого не беспокоя, такой вот, просыпаешься в Новосибе, где-нибудь. То есть, никого не беспокоишь, ну, немножечко перебрал, посмотрел, походил по набережной в каком-то городе, что-то вспомнил. Острова, помнишь? Ну, может, было пару раз. Как его четыре девки пинали в кабулками. И они просто спорили, кто будет петь песню, я был ведущим тогда, на тот момент. И они у меня отбирали микрофон, вот они... Он упал, они у кабулками... День рождения у них было, вот, и они меня напоили, такой, Серега, давай с нами, ты прикольный ведущий, я такой, да, давайте, давай. В итоге они меня напоили, и чуть... ну, и не избили, да меня. Да избили. А потом ты встаешь, там с ней мужик был, он их трогает, на месте того мужика начал убить. Непонятно. Это уже, я не помню такого. Другая старая история, но это было смешно. Ну, вот так вот не будем. Вообще не пейте, друзья. Ну, его нахуй. Не, пейте, ну, не алкоголь. Обезвоживание, это плохо, пейте больше воды. Пять литров в день. Про личную жизнь. Вообще, про отношения мужчины и женщины. У меня на протяжении всей жизни кардинально менялось отношение к вообще, ну, семья, да, что это вообще такое. Изначально я думал, что мужчина и женщина должны быть на равных правах, должны быть самостоятельными единицами. Ты работаешь, я работаю, мы там какие-то бизнесмены, у нас там чисто деловые отношения, там, секс раз в месяц. Я думал, что вот так вот идеально. Потом, в какой-то период жизни, я пожил с такой девушкой, понял, что мне очень скучно. и стало неинтересно. Я хочу быть ближе с ней намного чаще, чем раз в месяц, если вы понимаете, о чем я говорю. Полтора. Встретил девушку, с которой возникла страсть. Я такой думаю, вау, вот это, наверное, любовь, вот это меня закружило, вау, бабочки, там, вот это, вот что говорят. Егор. Но по факту она ничего не делала и сидела дома. Ей нравилось тусоваться и гулять. А я в это время работал, и, как бы, скажу, период был не самый прикольный для того, чтобы просто сидеть у меня на шее, вот, зарабатывал, потому что вообще ни о чем. И я понял, что, опять же, это какая-то мимолетная слабость, прикольное увлечение было, и я думаю, это тоже не любовь. Потом я подумал, а может быть, все-таки женщина это хранительница очага? Может быть, действительно, ты приходишь домой, а у тебя там борщ стоит, одежда постирана, и приходишь в такой рай. Приходишь, и на тебя вот так вот смотрят. Люблю тебя, люблю, не могу. И ты понимаешь, что, например, и поговорить не о чем, кроме... о наших отношениях поговорить не о чем, потому что, как бы, человек закрывается вот в этих... в этой обстановке домашней. Следующая стадия. Я не знаю, я не знаю, что такое любовь, я могу догадываться. Ну, говорят, что, если ты прочувствовал, да, это чувство, ты с уверенностью можешь сказать, что, вот, я любил, я, наверное, не любил. Вот прям вот, чтобы ярко так, да? Ой, как грустно говорю, но говорю как есть. Что такое любовь, я не знаю. Что такое идеальные семейные отношения, я тоже пока не понимаю. Сейчас какая-то маленькая, жирная девочка с Сыктывкарой. Я собираюсь, блядь, к тебе, ехуя. Да, если ты маленькая девочка с Сыктывкарой, подумай вообще, нужно тебе это все. Я хочу много детей. А за много детей срок больше, Сяр. Много детей. Вот штуки три хочу, вот прям вот, чтобы они и были примерно одинакового возраста, чтобы... 12 лет, да? Чтобы сразу вот мне родила вот трех, вот да, чтобы по 12 было, чтобы обойти вот эти пеленки и прочее. Да нет, я хочу большую семью, чтобы мы все жили в большом... Ну, я посмотрел на Дениса, нет, я сам не понял, это херня, я не собираюсь. Вот дом, хочу семью, трое детишек, да и все, помечтал достаточно. И папу жены, да? Отец жены пусть живет с нами, да? Много было отношений, много было девушек, прям до хрена. Ну, примерно 12, где-то. Да. А что тут говорить? Тут у каждого индивидуальный подход. Со временем, наверное, что-то, какое-то понимание есть, что такой волк-одиночка, наверное. Девчонки, наверное, большинство не выдерживают ритма. Я постоянно на студии, я постоянно, ну, где-то там в движухах, все, да? То есть, как бы, не будешь с собой постоянно таскать, да? Куда-то. Плюс там многие, как вот, многие артисты, вообще не светят личную жизнь, да? То есть, как бы, я, кстати, недавно охренел, прям, Потап и Настя Каменский, мне кажется, муж и жена, 15 лет, блядь. Я смотрел на них, просто, ну, как бы, я думал, у нее там муж какой-то, там, качок этот, у него там какая-то, фиг знает, кто там, жена. 15 лет они вместе, да, были? Ну, что-то по СМИ так говорили, по крайней мере. Я охренел просто, ну, то есть, вот насколько скрывались они, нигде не отдохнуть, нигде ничего, да, то есть, таскать, чтобы не афишировать, чтобы лишних слухов не было. То есть, вот это прям, ну, не мое. Ну, какая идеальная формула, то есть, никто не подумает, что они, как бы, встречают, не-не-не, мы просто песни пишем, вот, 10 лет мы просто песни вместе пишем, как бы, ну, очень идеально. Ну, может быть, ну, по крайней мере, я не знаю, это прям, прям не мое. Много всего было, и жил с девушками, да, и вот, как у Сереги приходил, там, там, смотрю, ухожу там на работу, она там сидит, эти шарики раскладывает в компьютере, прихожу, она раскладывает шарики, ни хрена ничего не сделано, думаешь, твою мать, какого хрена, ну, как бы, я не из тех людей, которые там будут, прям, если не какой, там, скажем, как, неблагодарности, а какой-то, ну, что-то по дому не делается, если ты сидишь на шее, да, как бы, конкретно, и постоянно тягаешь только деньги, если тебе это надо, ну, иди, не знаю, как мы с чего начали, на панели иди тогда, там ты будешь зарабатывать, и вся фигня, то есть, как бы, с меня тянуть деньги, я никому не позволю, то есть, они должны быть, если ты получаешь деньги, там, от меня, да, они должны быть оправданы чем-то, я не говорю, там, сексом, постелью, там, чтобы было, как Серега говорил, обоюдно что-то было, то есть, там, совместное место провождения, все такое, то есть, просто так, там, я себе пса заведу, лучше тогда, какая разница? Я думаю, просто должно быть, должно быть просто комфортно, то есть, не должно быть притягивание, то есть, ты должен просто кайфовать с человеком, так же, как, например, я выходя на сцену, я кайфую дико, то есть, это то, ради чего, ну, громко, сказать, я живу. Ну, то есть это максимальный пик моего счастья, когда там написана новая песня какая-то, и ты выходишь на сцену и с тобой поет ее весь зал. Это пиздец. Это очень круто. Я желаю каждому, чтобы это ощутили. Да комфорт этот гребаный, блядь, потом превращается в херню, просто в такое, знаешь, максимально говеное чувство, что тебе все бесит в этом человеке. Ты начинаешь, приходишь просто, вот, вроде она сделала что-то, все для тебя, все, и потом тебя, блядь, каждый раз что-то раздражает. Слишком, блядь, охеренно приготовила, слишком, блядь, все хорошо. Потом ты хочешь какой-то хуйни посраться, там, с ней эмоции выплеснуть. Она такая, ля-ля, да-да-да, мой хороший, блядь. Это тоже заебывает. Все. Вообще, ну, там, как говорят, любовь живет три года, если она есть, вот. Недели полторы, нахер. Не больше. Короче, рядом нужно быть, когда тебе кайфово. Когда перестает кайфово быть, надо одному, блядь, на Бали нужно быть. Надо расходиться, да. С кокосом лежать, блядь. Рядом какой-нибудь ганвес лежит, пиздит, там, в сторисе своем, и ты такой, э-э-э-эй, смотрите, тут кто? Руся, здорово, а че? Как к девкам относишься? Он такой, сучка, не все. Правильно, молодец, дай пятюню. И вместе уже макарошки хаваете где-нибудь. А потом берем его ананас, ставим на него калаут и курим ананасовый кальян. Ананасовый сироп, поп, поп. Про апгрейдинг внешности, про людей вообще, которые, которые не я, которые вообще меня окружают. Я за, чтобы люди меняли в себе все, что угодно, там, не знаю, какие-нибудь эти рога себе под, под кожу. Вообще, ребят, делайте. Вот, делай, пожалуйста, делайте. Если вам так будет комфортно, если вы еще больше себя полюбите в таком виде, пожалуйста, делайте. Неприятно смотреть на людей, которые идут с недовольными лицами, хмурые, серые, то есть не в яркой одежде какие-то. И вот они идут вот так вот и злятся на все. И когда я вижу чувака, который разрисован весь, лицо у него разрисовано, он идет какой-то зимой в шортах, тут с бутылкой, там, например, ну, сока. И он идет такой на веселе. Я вижу, что он живет. То есть, ну, понятное дело, эти татуировки, эти какие-то пирсинги как-то поспособствовали его такому бодрому состоянию духа, да? Он себя больше любит, он ощущает себя комфортно. Поэтому изменения во внешности я за. Только не вгонять себя вот в какие-то уродства, чтобы потом, смотря на себя, не говорить, боже мой. То есть, ну, хотя как ты поймешь, да, когда ты это делаешь? Да, блядь, он идет, он наркоман на последней стадии спида, блядь, ему похуй. Ну, сачок мог себе позволить, и все. Вот. Ну, я не знаю, я отношусь не очень к этим, к перекачанным губам. То есть, мне не нравится. Я не понимаю, ну, не понимаю я этого. Опять же, девчонки, если хотите, делайте, вот прям вот, огромные. Да если хочется вот такие губы, вот делайте. Пусть будет. Да просто девчонки такой не было. И что, а в чем прикол? Там есть прикол. Какой? Есть прикол, а? Что она делает? А ты не знаешь? Не, без понятия. Ест, блядь, в крошке картошки с тобой смешно, блядь. Пилим мешами своими, блядь. Вот. Что касаемо меня, я вообще закомплексован на своей внешности, это правда. Еще со школы, в школе я был лопоухим, у меня, короче, ну, есть фотографии, я не могу показать. Ну, у меня реально огромные вот такие вот уши были, они у меня торчали вот так вот, я не знаю. И с годами они у меня немножко приросли. То есть у меня были, я был огромный лопоухим. И в школе я всегда боялся, причем этот страх, я вынашивал, ну, вот, когда я учился, все время я боялся, что начнут такие, а, Серега, посмотрите на его уши. И все, короче, вся школа начала бы такое говорить. Дня рождения, да, боялся, наверное? Реально никто такого не говорил, ну, видно, что я и лопоухий капец был, и что-то и по носу, и по подбородку, говорю, мам, у меня твой маленький подбородок, где вот это мужское, там, брутальное такое, смотрел на актеров каких-то. Мама щипалаха, когда, блядь. И, не знаю, комплексы они до сих пор какие-то остались, на самом деле, но ничего в себе и не собирались менять. Нафиг оно мне это нужно? Ну, мне кажется, меня и так любят таким, какой я езжу. Маленький жирный карлик. Да, спасибо всем. Про тюнинг, про тюнинг. Ну, как Серега сказал, да, кажется, ты вправе, и что хочет, то и делает со своим телом. Не понимаю там людей, которые, у меня есть... А, блядь, нихуя не видно. У меня кофта. Да, кофта. У меня 19 татуировок. Ого. То есть, там, ну, ты бэтбой, прям вообще крэйзи. Самая большая, да, это вот... Ты крэйзи, блин, 19. Как ты? Да ебать, да ты одну сделай, как, сука, заплатишь, блядь. У меня вообще ни одной нету, да. Правильно, тебе только игу сделают, и, блядь, все, в омороку ебнешься. Татуировки, да, прям синяя болезнь, там в фанах рука в целый еще забить. Вот. Человек вправе сам решать, что ему делать со своим телом, как бы, и другие там, кто-то говорит, вот, о, татуировки, ты что, какая обычно, ты сидел, блядь, да, сидел, блядь. Полустраны, знаешь, у нас сидела. Кто-то там, да, делает пирсинг, кому-то нравится. Это все равно, это какая-то культура. У кого-то, кто-то в саб-культуре какой-то, татуировки, пирсинги, там все, кто-то готы какие-то, кто-то вот эти подвешивания делает, висят, о, блядь, вот это вот, на кольцах на этих. Я в ахере с этим. Но они кайфуют. Я один раз видел, да. Они кайфуют от этого. Ну да, я слышу, о, суки, отцепите, блядь. Такой, да, я отдам долг, блядь. Кто-то качается, да, как бы, то есть, хочет сделать, а кому-то просто похер, вообще, вот просто тому. Особенно вот мне прикладывают вот эти вот люди, сука, пройдись. Просто пройдись. Ну, реально, бывает случаи, когда надо заняться телом, да, бывает, когда вот реально похер людям. То есть, а люди, хочет девка сделать сиськи, пускай делает сиськи, если деньги есть. Ну, у большинства, там, сколько сейчас опираться, тысяч 250, наверное, да, стоит. Вот, у многих просто, в Америке, допустим, это там стоит, считается копейками, и там это можно по страховке, да, сделать. Поэтому все там, силиконовые, все ходят, даже мужики. Сиську одну сделаю, блядь, мацать буду с утра, похер, хер на лбу, эгэй, блядь, канале, шпага, блядь. А здесь, в России, к этому относятся только, ну, как-то, не то, что предвзято, если ты сделал что-то, да, вот звезды сделали, блядь, нос она исправила, блядь, это для фейса, чтобы зарабатывать больше. Все, а она нос сделала, порицание, нахера это порицание, ну, как бы, звездам похер, как бы, это уже на их усмотрение, ну, то есть, не надо никогда порицать, то же самое там, в любом деле, ты открыл там какое-нибудь дело, да, тебе начинают, вот, и прогоришь, да иди ты нахер, блядь, не прогорю, закладки не прогорают, блядь, не, ладно, шучу, короче, делайте все, что хотите, просто, хотите себе хер на спину, захерать, на спину, на спину, именно на спину, все, хотите в коленные чашечки, там, вставить глаза, сделайте, блядь, это потом ходите, блядь, солнечные очки, рейбан, что угодно делайте с собой, это ваша жизнь, только вы ей управляете. Три вещи, которые меня бесят, почему-то сейчас сразу я подумал о том, что меня бесит, когда человек судит по себе, ну, типа, из своего вот этого вакуума, он, вот этот плохой, вот он вот так вот делает, ну, типа, он не учитывает интересы, действия других людей, судить по себе, это самая отвратительная штука, которая может быть, реально. Меня бесит, короче, у меня дома есть оригинальная зарядка от айфона, есть неоригинальная, и, короче, я иногда путаю, а когда, если пользоваться неоригинальной, то айфон страдает, и вот это меня, ну, реально бесит, они одинаковые по свету, На экране пиши, сука, что ж ты творишь, да? То есть, ну, у меня прошлый айфон так сдох. Третья вещь, которая меня бесит, стереотипность, того, что, сейчас вспомню, последний раз, когда мне сказали, Сережа, ну, ты же мужик, ты должен отвечать за слова, и я такой, причем мне сказала девушка, я такой, не буду говорить, какой пример, ну, то есть, он был дико смешной, несерьезный, и когда, опять же, какими-то стереотипными штуками мне говорят о том, что я, ты уже не школьник, ты должен, как бы, вот таким быть, ты должен брать на себя большую ответственность, потому что тебе уже не 9 лет, типа, чего, почему, то есть, я, мне 9, то есть, я должен уже, наверное, быть каким-то чуваком с машиной, с квартирой, с детьми, да, с семьей, с какой-то уже хорошей компанией работать в офисе, я не знаю, ну, это вот у кого-то такие взгляды, а если я хочу просто песни писать и быть, ну, таким, свободным и открытым молодым человеком, ты сейчас историю болезни расскажи. Вот, это третья вещь, стереотипность, да, вот эта вот шаблонность, не знаю, как еще назвать, три, три вещи, которые мне нравятся. Мама моя, вещь, мама, извини, пизда тебе дома. Люблю суп том ям, блин, не знаю, почему, он такой, это что, это актер какой-то? Да, он очень острый такой, ну, и прям в меру, так ты биткостек его вытащишь, блядь, будь него. И мне нравятся искренние люди, по типу Данилы Багрова, вот как он в фильме был, вот такое, какое-то за жизнь, за правду, особенно вот в это время, когда все такие, ха-ха-ха, мы веселимся, мы делаем вид, что мы ничего не замечаем, но все хорошо. А есть такой какой-то Данила Багров, который смотрит на все из-под лоби и говорит какие-то такие, ну, лирические, грустные вещи. Ну, мне почему-то мотивирует, заряжает люди такие, но будьте всегда жизнерадостными. Угу, вот так, да? Три вещи, которые бесят, которые радуют. Бесят, пиздец, как бесят, тупые люди, тупые, сука, максимально тупые, которым надо объяснять вот так вот. Я пришел, блядь, сделал то, вот так это, че, блядь? Вот, ну, то есть, я вот столкнулся с этим первый раз, наверное, в Питере. Не то, что тупые и медленные, вот, более объяснения. Люблю быстро как бы общаться, быстро разговаривать, ну, как-то все. А вот это вот, я, значит, пришел туда, и вот это вот тянут, вот это вот, истории какие-то. Это про меня. Это, блядь, так ты меня бесишь, блядь. Я про тебя и говорю. И тупые, которым вот, вроде, ты быстро объясняешь, все, все доходчиво, вроде, может, может, я со своей колокольни как-то не так объясняю, ну, вроде доступно, понятно, они тупят, блядь. Не знаю, но это как вот, блядь, слева просто тормоз, справа газ, все. Что, блядь? Вот, вот это вот, тупость людей, они сразу не догоняют. Хочется, чтобы ты объяснил раз, он сразу понял. Он сразу не понимает, сука, тупой. Ладно, второе, что меня еще бесит? Пидарас-сосед сверху меня бесит, со своей дрелью сраной. Он пасечник, сука. Объяснения нету другого, че он, сука, сверлит там, все выходные. Вот просто понорки для каждой этой ебучей пчелы. Вот просто домики делают, это VIP, вот эти вот, блядь, маленькие этот, Москва-Сити, блядь. Можно Денису неограниченное количество пунктов, что его бесит? Вот, чтобы он сейчас перечислил все. Я когда буду съезжать, я зайду наверх, просто поднимают, покажи, сука, че ты там делал все эти годы, вот это вот, сверление просто. И прям вот, он такой еще, я его называю такой, просто, я забыл, как я его называю. Короче, типа такой, тихий сверлист, короче. Вот он, он вроде, сука, сверлит, сверлит, а потом, здесь, вот, вот это вот, блядь, канавки, блядь, я не знаю, для детей пчел, что ли, он поменьше, блядь, канавки вот эти хуярит. Ладно, это второй вот этот, ушлепок, блядь. Мне кажется, его Афанасий какой-нибудь зовут. Поднимусь к нему, так скажу, Афанаська, блядь, что ты там сверлил все эти годы? Ладно, хер с ним. Третье, что меня бесит, наверное, меня бесит в России херовое обслуживание, в каких-то общепитах. В кальянах. Подожди, в кальянах, куда я хожу, там, зашибись, я сам себе там кальян завариваю. Вот реально, сервис, наверное, в России меня очень бесит. Не сказать, что я, блядь, где-то за границей был, а это охереть, там лакшери, нет. Явный пример, вот недавно просто, блядь, пошли куда-то поесть, ну, не с ним, с другими ребятами. Я заказал, короче, не помню, что-то, ну, короче, борщ, вся фигня, я всегда хлеб заказываю еще. Все, нас рассчитали, хлеб ни хрена мне не принесли, смотрю, в счете хлеб есть, думаю, какой хер, ну, там, 30 рублей, ну, пофиг, ладно, ну, думаю, официантке скажу, как бы, говорю про хлеб, она такая, смотрит, уходит, и такая, смотрю, блядь, она хлеб, мы уже поели, все, она хлеб принесла, поставила. Я просто говорю, а что, как бы, это самое, мне его просто так, сейчас съесть, да, перед вами, или что? И она тут, блядь, феноменально, говорит, такая, вам что-нибудь принести, намазать? Блядь, намазать, мозги себе намазать, просто вот, ну, просто невнимательность, плохое обслуживание, сервер, это везде, не только там, рестиков касается, СТО, обслуживание, да, когда делают херово машину, сдаешь в ремонт какую-то технику, тебе тоже какую-то херню, полностью сервис в России бесит, просто, вообще, вот если, не знаю, там, где-нибудь в Таиланде уже пруку отрубили, за такую херню, блядь, просто, айфон там, пузырик появился, нахуя тебе по руке, блядь, все, уже руки нет, он уже просто растирать глазом будет, блядь, стеклоте на айфон, нравится, да, то же самое, когда этот пидорас не сверлит, когда сервис хороший, да, не, ладно, не, ну, тут много говорить можно, мои три любимые, там, да, ну, нравится, естественно, как сказал, там, машинами заниматься, да, куда-то, какие-то там, не знаю, выставки машины, ходить, да, не, мне все, остальное все нравится, вот пидорас не нравится, вот этот сервис, и что я там первое говорю, тупые люди, все, остальное, я люблю людей. Все остальное я люблю. Да, люблю людей. Группа Митчелл через 10 лет. Я не заглядывал так далеко, ну, реально 10 лет, что там может быть? Я думаю, что к тому времени группа Митчелл будет на полке, да, это будет дискотека 2010-х, и мы будем чисто-таки выходить уже на дискотеку 2010-х, исполнили там пару своих хитов, вот, и ушли. Может быть, уйдем в продюсирование? Ну, мне так кажется, что уйдем в продюсирование. Вот, у Дениса будет там кальяная своя, да, автосервис, я планирую, ну, найти какого-нибудь молодого мальчонку или девчонку, может быть, бойсбенд, герлсбенд, вот, и делать их знаменитыми, популярными, дать им все то, чего не было у меня там в лет 17-18. Я думаю, это круто. Я в другом подумал, что ты найдешь мальчонку, как тесак закончишь, блядь. Через 10 лет группа Митчелл, да, значит? Ну, короче, я, смотри, я на яхте такой, убираю за кем-то бокалы. Да не, на самом деле, не, на самом деле, не будет уже, мы уже не будем скакать по сцене, все, мы, наверное, даже годика через три, во-первых, мы сейчас планируем уже запустить свой лейбл, набрать каких-то талантливых молодых ребят, начать их продюсировать, писать песни, пускать по городам, как проституток, пусть бабки нам заколачивают, да, вот, и все, и уже более какую-то размеренную жизнь вести, да, я там дом хочу начать строить, наконец, просто уже о будущем более, да, я там не путешествовал никогда, хочу начать путешествовать, наконец-то, хочу там скопить побольше денег и начать путешествовать, как говорится, в России, типа, а когда жить-то, да, ну, то есть, как бы, все время гонишься за деньгами, за заработком, а жизнь просто уходит, по примеру мамы своей, беру, да, она нигде тоже не была, она всю жизнь работает, она ни хрена ничего не видела, нигде, вот, хочу маму отправить в какое-нибудь глобальное тоже путешествие, то есть, и для себя уже тоже пожить, да, у меня там, не 15 мне лет уже, 16, вот, короче, хочу начать полную жизнь свою, и все. Концертный тур. Концертные туры, конечно, выступления, съемки, новые треки, клип на уже все, да, выйдет, кстати, очень крутой клип будет, мы его уже начали снимать, и будет такой нежданчик, ну, это будет пушка, что, говоришь, что там Киркоров будет, не надо, вырежете, да, потом? А, еще хотел добавить, что через 10 лет мне в планах разработать свою эту методику, как избавиться от мозолей, или что? нет, я хотел просто сделать, я просто посмотрю, у меня мозолич, все, у меня вылетело из головы, какая-то глупость хотел сказать, неважно, это не вырезать это, пусть подумаешь, конечно, как к вершине прийти какого-нибудь неуспеха, к вершине неуспеха, как лохануться, просрать все деньги и остаться никем, самое главное в жизни, да, это чтобы бензобак не заканчивался, и у тебя всегда было топливо, чтобы ехать вперед, стремиться, я всегда боялся таких вопросов, это когда ты должен, ну мне захотелось даже подумать, ты вспомнил о счете своей карты, баланс, что самое главное в жизни, я хочу ответить серьезно, правда, самое главное в жизни, это быть искренним, искренним самим собой, и тогда у тебя все будет, и баг будет полный, если ты этого хочешь, что там еще, какие пожелания, все, что ты захочешь, все у тебя будет, главное просто быть искренним самим собой, я думаю, это самое главное, но если мы говорим про меня, каждый день я нахожу у себя, какие-то штуки в себе новые, я до сих пор себя не знаю полностью, целиком, если я себя еще и внешность свою не полюбил, до сих пор, значит, я работаю над этим, я ищу, как это называется, гармонию с самим собой, и я думаю, что даже те, кто посмотрит этот выпуск, не знаю, сколько их будет, там 200 человек, может быть 200 тысяч человек, они будут смотреть на этих двух ребят, на меня и тебя, и будут думать, а, да мы так же, все, я мама, мама, я хочу быть музыкантом, и то есть, и человек не будет понимать, что он на самом деле этого не хочет, он увидел картинку какую-то, ему захотелось так же, и он как бы будет себя обманывать, в том, что ему понравился именно шаблон, увиденный по телеку, там, из гаджета, где он будет смотреть, вот, нужно понимать, что ты хочешь, именно ты сам, быть искренним, самим собой, я думаю, это самое главное в жизни, делайте рога себе, с вами была группа Митчел, а уже все, с вами была группа Митчел. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!